Пришло время расставить точки над И. Здравствуйте. Наш регион на четвертом месте в стране по объему вредных выбросов от автотранспорта. Снизить экологическую нагрузку планируется с помощью перевода техники на газомоторное топливо. Ожидается, что к 2020 году половина спецтехники, автобусов, коммунальных и сельскохозяйственных машин будет ездить на метане. А его стоимость 16 рублей 50 копеек за литр на донских заправках не изменится до 2021 года. Пилотный проект по комплексному внедрению природного газа на транспорте стартовал на Дону еще в конце прошлого года. План его реализации от лица Газпрома, Роснано и областного правительства подписали в Ростове Виктор Зубков, Анатолий Чубас и Василий Голубев. Это панк, который мы используем в нашей компании для заправки удаленных потребителей. Такие передвижные газовые заправщики уже работают в нашем регионе. Гостям показывают и технику, использующую природный газ как топливо. Автобусы, коммунальные машины, такси, как заводские, так и переоборудованные. А вот эту стационарную заправочную станцию в Батайске реконструировали к Мундиалю. Газом стало заправляться на 12% больше машин, а среднесуточная реализация метана выросла на 75%. На переоборудование такси в двухтопливную машину тратишь как минимум 40 тысяч рублей, рассказывают водители. Но эта сумма отбивается за три года. Очень дешевое топливо и выгодно. Нам не хватает две заправки на смену на полторы. Экологично, экономно. Проблема лишь в нехватке заправочных станций. В ходе пилотного проекта «Газпром» обеспечит ускоренное развитие инфраструктуры, а правительство региона – увеличение парка техники, работающие на природном газе. Мы считаем, что это реально совершенно перевести уже в ближайшие три года и примерно от 100 тысяч автомобилей, или порядка 100 тысяч автомобилей самых разных отраслей. Конечно, это и сельхозтехника, конечно, это пассажирский транспорт, техника, жилищно-коммунального хозяйства. Мы сегодня говорим о том, что у нас школьные автобусы, их порядка тысячи. Мы говорим сегодня, что скорая медицинская помощь, которая тоже более тысячи единиц работает в Ростовской области. Мне кажется, возможности очевидно существуют. Кстати, поддержка будет и в том, что поддерживая социальный блок, правительство может решать и эту задачу. В Донском регионе запланировано строить не только новые заправки, но и современные сервисные центры по переоборудованию и обслуживанию работающего на газе транспорта. В «Газпроме» 5 лет назад провели эксперимент. Стали каждый год обновлять наш автопарк примерно по 1500 автомобилей на газе. И вот за эти 5 лет мы около 40% нашего автомобильного парка перевели на газ. Заместили бензин и дизельное топливо. Только за 5 этих лет экономия составило на топливе 3,7 миллиарда рублей, а выбросы в атмосферу уменьшились на 100 тысяч тонн вредных веществ. Это только по одной компании «Газпром». По расчетам специалистов, объем потребления газомоторного топлива в Донском регионе вырастет в 7 раз, а выбросы вредных веществ от автомобилей сократятся до 10 раз. Опыт Ростовской области растиражируют по всей стране, учитывая, что в пилотном проекте будут использоваться инновации. Создать его невозможно без современных нано-покрытий, невозможно создать его без современных композитных материалов, в том числе углепластика. И поэтому для нас это абсолютно наш мандат, это наша тема. В пилотном проекте участвует и крупный итальянский бизнес. Планируется создание совместного производства подкапотного газового оборудования и переоборудования транспорта на газ. Полтора миллиона автомобилей зарегистрировано в Ростовской области. Еще столько же ежегодно проезжает транзитом. Это создает высокую экологическую нагрузку. Поэтому чем больше автомобилей перейдет на природный газ, тем меньше будет вредных выбросов в атмосферу. К 2020 году в Донской столице 50% спецтехники переведут на газомоторное топливо. Сейчас в регионе на метане уже эксплуатируется порядка 800 пассажирских автобусов и 3000 автомобилей такси. Общее потребление природного газа превышает 35 миллионов кубометров. К 2021 году планируется увеличить этот показатель до 250 миллионов кубометров. В этом году построят 22 заправки. В Ростове, Оксае, Белой Калитве, Волгодонске и других населенных пунктах области. У нас на сегодня всего действует 13 станций по Ростовской области. И у нас уже есть задел на 2020 год. То есть мы понимаем, что инфраструктура и тот толчок, который мы дали на сегодня, она уже будет достаточно широкая. Мы планируем, если мы к 2021 году изначально программу делали, что будет 39 заправочных комплексов, то мы понимаем, что у нас уже будет более 50 комплексов к концу 2020 года. Растет и число частных автомобилей, переходящих на газ. Сейчас таких уже 25 тысяч. Задача к 2024 году увеличить их количество в 4 раза. При этом с 2019 года государство начнет компенсировать физическим и юридическим лицам 30% стоимости оборудования и работ по его монтажу. Затраты сервисным центрам будет ежемесячно возмещать региональный оператор. Новый механизм субсидирования снизит стоимость газомоторного оборудования для конечного потребителя. А к 2021 году количество транспорта на природном газе планируется увеличить до 55 тысяч единиц. Стоимость метана 16 рублей 50 копеек за литр на донских заправках не изменится до 2021 года. Такое решение принято в Ростове еще в январе на совещании под руководством председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Заморозка цен – реальный стимул для перевода транспорта на экологичное топливо. Предприниматель Андрей Павлюк свой автомобиль заправляет газом давно. Машина прошла на нем 300 тысяч километров и нареканий нет. А главное – топливо заметно дешевле бензина, доступное и экологичное. Бензин переплюнуть по любой экологии. Там выплопа вообще нет никакого. Бензин, свинец, это тот же газ, что у вас на кухне. За голубым топливом частенько приезжают и водители такси. Александр Голубятников возил клиентов в Таганрог, накатал 200 километров. Говорит, работать на газе заметно выгоднее. Реально дешево и сердито. Хватает на нормальное количество километража, ну и по деньгам недорого. К тому же метан лучше сгорает в двигателе, что увеличивает срок службы автомобиля и улучшает его работу. И так как метан попадает в бак автомобиля в первозданном виде, его качество, в отличие от бензина или дизеля нельзя испортить различными добавками и присадками. Выгодно, конечно, металл со всех сторон. Ну и чистый, он не воняет сам по себе. На экологически чистое топливо переходит общественный транспорт Донской столицы и коммунальная техника. Ожидается, что к 2021 году на газе должно ездить 45 тысяч легковушек, 5 тысяч грузовиков, 3 тысячи автобусов, до тысячи автомобилей дорожно-коммунальных и санитарно-спасательных служб. Плюс ко всему, каждая пятая машина из автопарка «Госструктур» будет ездить на газомоторном топливе. На экологичное топливо планируется переводить и технику, собирающую урожай на донских полях. Развитие рынка газомоторного топлива сегодня называют задачей государственной важности и прежде всего в части решения экологических проблем страны. Одна из самых серьезных причин загрязнения воздуха – выбросы автотранспорта. В Ростовской области ситуация изменится уже в ближайшие годы. Значительная часть автопарка региона будет использовать в качестве топлива природный газ. Объем вредных выбросов в атмосферу от такого транспорта меньше почти на 70%. Я думаю, чисто и вообще всегда все хорошо. Прежде всего это наши легкие, а легкие – это наше здоровье, а здоровье – это наше долголетие, а здоровье народа – это самое ценное, что есть в государстве. Это его основа. Количество техники, работающей на природном газе в Ростовской области в ближайшее время увеличится в несколько раз. Я бы хотела, чтобы транспорт перешел на газ и метан, потому что в них отсутствует сажа и сера. По объему газ эквивалентен бензину. Сегодня массовым переоборудованием техники уже занялись на крупных сельхозпредприятиях, в таксомоторных и автобусных парках. Кстати, двигатели, работающие на метане, выбрасывают в 2-3 раза меньше углекислого газа, чем бензиновые агрегаты. Плюс ко всему, в выхлопах газового транспорта полностью отсутствует сажа и соединение серы. Как следствие, меньше задымленность и загрязнение воздуха. При этом техник работает без сбоев и требует меньше вложений в ремонт и обслуживание. Итак, подведем итоги. Метан – это перспективно и альтернативно. Почему? Во-первых, по составу это простейший углеводород, без цвета и запаха. Метан не токсичен и не опасен для человека. Возникает другой вопрос. Метан – это газ. Как же он может быть безопасен? По классификации горючих веществ МЧС, по степени чувствительности метан входит в самый безопасный четвертый класс. Его считают одним из самых безопасных видов моторного топлива, так как нижний предел температуры самого воспламенения метана – 650 градусов Цельсия, а дизельного топлива – 320, бензина и того меньше – всего 250. Газ почти в два раза легче воздуха, поэтому при разгерметизации оборудования он сразу улетучивается. На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах!